Для чего юрист на боевом корабле? Для чего юрист на боевом корабле? Автор Тимур Гайнуддинов, Красная звезда. 10 марта 2015 года, 2052. Чтобы экипаж благополучно вернулся из дальнего похода старший лейтенант юстиции Николай Курина из трех с половиной лет службы в военной прокуратуре Балтийского гарнизона больше года провел в море. Не каждый моряк сегодня может таким морским цензом похвастаться. В своем кабинете Николай еще не успел окончательно обустроиться. Только что подошел к концу его второй дальний поход. Пять месяцев помощник военного прокурора провел на борту большого десантного корабля БДК «Калининград», выполнявшего задачи боевой службы в районе Восточного Средиземноморья. А до этого семь месяцев на сторожевом корабле неустрашимым минус в Адинском заливе у побережья Африки и Ближнего Востока. В походе приходилось оказывать юридическую помощь командиру корабля капитану 2 ранга Виктору Дегтяреву при принятии решений. Минус рассказывает он. Консультировать офицеров и матросов в решении служебных и личных вопросов. Причем личных было значительно больше, чем служебных. Часто в ходе боевой службы ко мне обращались моряки корабля и прикомандированные военнослужащие, они анонимно, не называя конкретных фамилий, обрисовывали проблему и интересовались грамотными с юридической точки зрения способами ее решения. В основном это были социальные вопросы, оформление документов по жилью, вопросы денежного довольствия. Это одно из преимуществ службы во флотской прокуратуре. Правда, с лихвой окупающаяся длительным отрывом от дома, килевой и бортовой качкой и раскаленным железом корабельной палубы. Только в крайнем походе Николай провел более двух десятков индивидуальных бесед с членами экипажа корабля, несущего боевую службу в не самом спокойном районе Мирового океана, в не самой простой международной обстановке. Результат такой работы, во время похода БДК Калининград обошелся без происшествий и преступлений. Да и практической необходимости в защите прав военнослужащих не возникало. Командиры и начальники всех степеней действовали в полном соответствии с законодательством Российской Федерации. Все военнослужащие вернулись домой здоровыми и живыми. И в этом тоже заслуга военного прокурора, ведь именно он проверял качество питания и санитарное состояние Камбузо. Помимо этого, в походе Николай постоянно проверял сохранность и готовность к применению личного оружия. Положительно оценивает пребывание на борту старшего лейтенанта юстиции Куриного и командир БДК Калининград капитан 2 ранга Виктор Дегтярев. Во время похода само наличие на корабле прокурорского работника в определенной мере дисциплинирует военнослужащих. У меня со старшим лейтенантом юстиции Куриным было налажено конструктивное взаимодействие. Были с его стороны некоторые замечания о допускавшихся нарушениях, которые оперативно устранялись. Он, в свою очередь, проводил индивидуальные беседы с членами экипажа, помогал им советом в решении юридических проблем. При вакантной должности помощника командира по работе с личным составом помощь прокурорского работника была достаточно большой. Особенно, если учесть, что у сотрудника прокуратуры есть все необходимые правовые инструменты для защиты прав военнослужащих всех категорий. Сегодня за спиной выпускника прокурорской следственного факультета военного университета Минобороны РФ 1000 миль боевых походов, заходов порты Кении, ОАЭ, Мальты, Сейшельских островов. Во время прошедшей боевой службы старший лейтенант юстиции Николай Куриный побывал в Испанской Сиути, где, несмотря на сложную дипломатическую обстановку, российских моряков встречали на удивление тепло и радушно. Это одно из преимуществ службы во флотской прокуратуре. Правда, с лихвой окупающаяся длительным отрывом от дома, килевой и бортовой качкой и раскаленным железом корабельной палубы. Впрочем, на вопрос о готовности и впредь ходить в море на кораблях Балтийского флота помощник военного прокурора Балтийска отвечает не задумываясь. У меня нет негатива в отношении дальних морских походов. Так что если Родина прикажет выйти в море еще раз, то почему бы нет? Прочита на 109 раз.